Доброе утро! Это замечательно. Январское утро. Встречаем вместе с вами мы, Анна Шамбадал, Дмитрий Соловьянов. И мы развиваемся сегодня интеллектуально. Да, действительно, сегодня день энциклопедии, так мы назвали тему нашего эфира. И как я уже замечала, я встречала в жизни людей, которых называют человек энциклопедических знаний. Это очень интересные люди, действительно, знающие очень много. Многие исследователи утверждают, что такие люди обладают необычными свойствами памяти, в которые откладывается и систематизируется все, на что человек обращает внимание. Такие люди с необычайной легкостью решают кроссворды, шарады, загадки и выходят победителями в различных викторинах. А также играют в интеллектуальных играх. Давайте эту тему более подробно обсудим с нашим гостем. Ведь у нас сегодня в студии Александр Губин, президент Челябинской региональной молодежной общественной организации «Лига интеллектуальных игр». Хорошо, мы сейчас про вас сказали? Да, замечательно. Доброе утро. Александр, ну расскажите, как же все-таки стать человеком энциклопедических знаний? Как думать? Ну, здесь важно всегда помнить фразу, которую приписывает Сократу. Я знаю, что я ничего не знаю. Она не о том, что он был глупым, она о том, что он понимал, в какую степь развиваться, какие области... Познавать, так сказать, да? Какие области познавать, да, что нужно восполнить. И если на это опираться, то всегда можно развить себя в этой области без особых проблем. Вот так. А вот чтобы участвовать в ваших играх, какой должен быть объем знаний? Я просто вот думаю, хватит мне. Или нужно еще потренироваться? Или надо еще? Я думаю, хватит. Обычно считается, что школьных знаний, тех, что дают в наших замечательных образовательных учреждениях, вполне достаточно, но тут тоже нужно помнить, что... Их же забываешь, мне кажется, со временем. Вот знания — это не все, что нужно в интеллектуальных играх. Там требуется комплекс умений, в том числе и интуиция. Логика, наверное, да? Да, одним из важнейших, одно из важнейших состоящих — это капитан команда. И там без интуиции, временами, без очень тонкого выбора не обойтись. А вот средний возраст участников в вашей организации Лига интеллектуальных игр какой? Подмечали когда-нибудь? Наверное, если говорить о среднем возрасте, то это 16-18 лет, как раз время самого рассвета. Правда? Прям 16-18 люди идут? То есть они не занимаются бездельным, как мы обычно считаем? Они у вас участвуют в играх? Да, есть и такие. Ничего себе, это хорошо. А я, кстати, знаю, что все-таки в формате игры «Что, где, когда» все проходит обычно. То есть вопрос, минута, подумали, ответ. Правильно я говорю? Да, это наиболее распространенная, самая любимая знатоками игра. В форме игры, да? Позволяющая проявить себя, во-первых, и всей команде. Во-вторых, позволяющая проявить комплекс навыков. Не только как в своей игре, где важны конкретно знания, а вот, скажем, все умения ото всех по чуть-чуть. И сразу возникает тогда вопрос. В команде самое главное все-таки, что или кто? Капитан? Кто-то собрался, я так понимаю, играть все-таки. Я собрался серьезно, настроился попасть на первый канал и сыграть вместе с друзьем. В команде главное капитан или скорость, логики? Что все-таки вы ставите на первое место в любой команде? Ну, если мы берем шесть человек, то капитан это больше, чем одна шестая, естественно. Потому что ему важно направить обсуждение, и ему важно в конце выбрать из тех версий, которые есть. Все остальное тоже, безусловно, важно. Как мы понимаем, ну, там даже одна пятая, одна четвертая, это все еще не целое. Александр, все-таки вот вопрос по теме, скажите, вот есть такие статьи в интернете, на просторах интернета, за пять минут увеличим там вашу память или еще что-то такое? Бесплатно. Бесплатно, да. Это правда или нет? Возможно ли за пять минут действительно как-то повысить свой уровень? Все мы хотим, все мы помним историю Золушки, вот, все мы хотим, чтобы фея крестная пришла и одним из махом палочки сделала то, чего мы хотим. А вот, но снова забываем о том, что та же Золушка, она до этого работала и была самой трудолюбивой, трудоспособной, да, в сказке, наверное, за всю историю сказок. Поэтому, ну, такого не бывает. В общем, трудитесь и не пять минут потратим, правильно? Это правильно. Вот мне кажется, да, с Александром пообщались, мы сразу стали эрузированием. Да, действительно, и поэтому мы точно теперь знаем и говорим огромное спасибо нашему гостю за полезную информацию. А мы напоминаем, у нас в гостях был Александр Губин, президент Челябинской региональной молодежной общественной организации Лига интеллектуальных игр.